Всем привет! Сейчас очень раннее утро нашего девятого дня путешествия, то есть сегодня 2 сентября 2017 года. И мы все еще с вами находимся в Евпатории. Я только что недавно помылась, сходила в душ, и сейчас мы пойдем кушать, потом будем экстренно быстренько собираться, чтобы посмотреть сегодня как можно больше мест. Но это практически как всегда, как каждый день нашей поездки. Если вам интересно, то конечно же предлагаю вам оставаться вместе со мной и желаю вам всем приятного просмотра. Улица сейчас холодная, не могу сказать точно сколько, но мне кажется меньше 10. У нас просто отключился интернет со вчерашнего дня. Так вот, видимо не вклад. 1 сентября же было, и идемте кушать. Будет та же самая, что и вчера. Но все, мне будет. Если вы тоже кушаете сейчас, то и вам приятного аппетита. До свидания. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания. А это мы уже въехали в поселок городского типа Черноморская. До него от Евпатории 75 километров. И ехали мы их примерно полтора часа. Мы остановились на заправке, и эта заправка находится в городе Черноморск. Мы от Черноморска отъехали примерно 20 километров, и наш мотоцикл тоже нашел себе приключения на колеса. Так что теперь мы ищем не мыс, который мы хотели отыскать, а шиномонтаж. Село Красносельское, на подъезде, к которому мы проткнули колесо, оказалось довольно маленьким. И единственное место с шиномонтажом мы вроде как и нашли. Мы его спрашивали у местных жителей, но хозяев не было на месте, и поэтому мы решили все-таки ехать дальше к нашей цели, а именно к селу Оленевка, то есть к маяку. В целом это примерно около 30 километров от Черноморского, где мы заправлялись. И кстати, вся эта дорога идет по очень плохому асфальту, усеянного глубочайшими ямами. Ну и чаще даже его вообще нет, это голая земля. А где-то была дорога засыпана острым щебнем, которым мы скорее всего и проткнули нашу резину на колесе. Мы наконец-то добрались до этого мыса, но правда ожидали увидеть несколько больше, чем увидели. И к сожалению, доехали сюда не совсем благополучно, как вы уже знаете, что мы прокололи колесо, мы до сих пор его не исправили. Я пока еду со Славой, не со своим Сережей. И рассчитывали увидеть маяк более близко, а он находится на территории военной действующей части, поэтому нам к нему не подойти. Ну и вы на моей картинке могли также видеть, что здесь еще заброшенный корабль находится прямо в море, такой уже полуржавый, если не совсем ржавый. Вот, ну это вот получается единственные виды, которые мы здесь увидели. Ну и будем сейчас двигаться дальше. Кстати, здесь какие-то развиваются бурые водоросли, похоже, и запах не совсем приятный, и плюс очень черная вода, очень черное море прямо у берега. На картинке бы это тоже все видеть. Как вы поняли, сегодня очень, ну прям очень-очень ветрено, поэтому я сразу для себя решила, что озвучивать, по крайней мере, именно эту часть я буду уже именно дома, так как понимаю, что вся моя техника отлично будет улавливать и всех звуков только лишь ветер. Итак, мы находимся в Национальном природном парке Тарханкут. Как позже выяснилось уже дома, с нормальным интернетом, с нормальным компьютером, что все-таки на маяк, набравшись смелости, можно напроситься и попасть. Но это все будет, конечно, зависеть от юношей на проходной этой действующей военной части. Высота у этого маяка 42 метра, а так как здесь достаточно ровная поверхность у этого мыса, мы этот маяк видели еще долго, постепенно удаляясь в сторону других туристических достопримечательностей этого мыса. И, кстати, мыс делится на две части, юго-восточную под названием Атлеш и северо-восточную под названием Джангулт. Мы едем по Атлешу. Здесь очень живописный крутой берег, мне кажется, что угол его составляет все 90 градусов, а на его склоне постоянно мы видели какие-то небольшие стайки черных птиц. К сожалению, с ними поближе познакомиться нам все-таки не удалось, и получше их как-то разглядеть. И вообще мы не поняли, что это за птицы, так что кто в курсе, я обязательно жду от вас комментарии под этим видео, потому что лично я хочу расширить свои познания в этой области и буду заранее вам всем благодарна. Птички эти были очень интересными, большими достаточно и реально черными-черными-черными. Ну а мы едем дальше вдоль берега, выжженного за все лето ярким солнцем, хотя вам в кадре, наверное, не видно, что тут все-таки обильно цветут растения. Очень много цвело низких растений типа суккулентов, плюс еще среди сухостоев встречались очень нежные, изящные цветы, которым даже страшно прикасаться, так как смотрятся они чересчур хрупко. И я так что-то искренне подозреваю, что именно весной этот мыс смотрится, ну просто волшебно и восхитительно. Смотрим этих нежнейших цветов и фотографии в этот период на закате, особенно или на восходе солнца, были бы ну просто мега сказочными. Ну а сейчас вы уже видите, что мы добрались до центра от Леша, и тут стоит скульптура из камней под названием «Мыслитель. Сердце Тарханкута». Камни для композиции взяты природные, но их все-таки сложил человек, причем из Санкт-Петербурга скульптор, и отверстие в одном из камней, это тоже дело его рук. По его задумке, эта композиция олицетворяет человека, сидящего в позе лотоса и смотрящего на море. Высота этой композиции более трех метров, и она также интересна как раз именно на восходе и на закате, когда в нее попадают солнечные лучи. Смотрится данная композиция очень необычно, феерично и даже инопланетно. Так что у кого времени побольше, чем у нас, то обязательно берите этот момент себе на заметку, чтобы увидеть все своими глазами. Ну а мы поехали дальше, так как планы на этот день у нас все-таки громадные, да и колесо, как вы помните, на нашем мотоцикле потихоньку все еще спускает. И заключительная точка этого путешествия по мысу Тарханкут для нас стала природного происхождения под названием «Чаша любви», образованная морской водой в скальной плоскости. По поверью, эта чаша привлекает любовь и помогает закрепить это чувство навечно. Ну а если сюда прыгнет пара в это небольшое, но глубокое озерцо со скалы, взявшись при этом за руки, то их уже ничто не сможет разлучить. В хорошую, спокойную погоду это озерцо отлично прогревается, но сегодня море штормит и постоянно в нем обновляется в этой чаше вода. И она очень холодная. И, кстати, несмотря на это, желающие закрепить свою любовь или же вообще ее встретить имеются. Ну а у нас и так все хорошо, так что купание в этом морском озерце мы проигнорировали. И тут есть еще скрытый сейчас от нашего взгляда музей под названием «Аллея вождей». Ну, скрыт он от того, что находится под водой. Так что, чтобы его посетить, нужен как минимум акваланг, да и еще сперва на некое расстояние нужно все-таки прокатиться на лодке или на катере. Этот подводный музей единственный в мире и поэтому привлекает любителей дайвинга к себе со всех уголков нашей планеты. В итоге в Атлеше на мысе Тарханкут мы провели более трех часов и отправились затем в сторону цивилизации, чтобы нашему мотоциклу все-таки оказали экстренную помощь в лечении раны на шине. Мы решили ехать обратно в поселок городского типа Черноморская, так как там на 100% мы сможем решить нашу временную проблему успешно. И решение нам обошлось в итоге в 200 рублей. Субтитры создавал DimaTorzok Что, встречали мотоциклетные на монтажке? Нигде не делают. Нигде не делают. Субтитры создавал DimaTorzok А что, я опять скакать буду? У тебя так и было 2,9? Да. Сейчас тройку накачиваю. Да. Девять дней. Сколько? Девять. А, фигни. У меня уже не на шесть месяцев. Я пешком. Нет. У нас столько отпуска нет. Потому что надо совсем уволяться и... Я уволился, документы все, блядь, все сделал. Сейчас хочу проехать. У нас просто заработать много. Что, может поместь сейчас? Так, надо бы, надо бы слышать. А, вы? Да, я вообще не уволюсь. А, вы не так быстро? Нет. Отлично. Давайте еще эту посмотрим. Так выгадывать, я бы не буду. Это только задняя, да? Да. Да? Да. Что, у нас сколько бежит? Как? Здесь-то бежит. Мы сейчас в Черноморском. Шиномонтажке. Исправили нам комиссо. И мы можем ехать дальше. У нас все хорошо. Как сегодня? Чем еще? Двадцать, это дешево. Дешево, это с веселым. Сверхдорого я бы сделал. Ты сейчас наешь? Время уже 3 часа. Так что мы пришли кушать. Всем приятного. Как только тоже кушают прямо сейчас. Нет, не знаю. Не бойтесь. Спасибо. Мы только что покушали в этой столовой очень большие порции. Все очень вкусно. А мы сейчас поедем в сторону Бахчицарая, а потом Суферополь. Ну, в Суферополь мы уже приедем, наверное, обед поздно вечером. Но, надеюсь, и настолько поздно, что нам не придется все-таки искать квартиру долго и упорно, как вот сюда, когда мы приезжали и в Паторию, кстати, пошли мы как раз и в Паторию. Вот. И Stra Pepper. Иисус. Именно. Выехали мы из Евпатории примерно около 16 часов вечера. И как я вам уже сказала, для начала направляемся мы в сторону Бахчисарая. В нем Слава хочет побывать на одной горе и в принципе мы не возражаем. Так что преодолев около сотни километров, мы прибываем на место примерно в 17.40. Мы с вами находимся рядом с Бахчисараем. И мы подъехали к горе, которая называется Качи-Кальон, или иначе пещерный город. И сейчас будем подниматься. Высоко. Там, кстати, должен быть бисерный храм. Так что я надеюсь, что я осилю. И что вы вместе со мной все увидите. Все красоты этого Качи-Кальона. Тропинка к этой горе, Качи-Кальон, выложена из шин. Я думаю, вам видно. И это, конечно, намного упрощает задачу, чтобы подняться туда. Раньше, думаю, что было намного это сложнее сделать. Надо было засечь время, за сколько мы туда поднимемся. Ну, потом посмотрю по видео и напишу вам и высоту горы, и сколько мы туда поднимались. Кстати, времени уже практически 6 вечера. Мы достаточно долго искали эту гору, и похоже, что Симферополь. Мы приедем поздно опять. Но надеюсь, что реально с живем нам больше повезет. Я уже немного устала. Вы, наверное, это чувствуете по голосу. Все, пойдемте? Вмени, нам 14 километров. Высота 150 метров до бисерного храма. И мы поднимались не спеша сюда примерно 10 минут. Но они показались лично мне бесконечно долгими. И, кстати, тут есть возможность подняться еще чуточку выше. Но пока что мы осмотримся здесь, на этом уровне. Первое, что мы увидели, поднявшись сюда, это был маленький горный скит. Во имя святой великомученицы Анастасии, спрятанный в ущелье Таш-Аир. И уже позже, когда я монтирую сейчас это видео дома, я понимаю, что бисерный храм это не то, что мы увидели, не то, что я вам сейчас показываю. Ну и, соответственно, не то, что мы тогда про него подумали. Мы увидели, и я вам сейчас показываю, в принципе, практически только лишь стройку. И думали, что вся прелесть этого места будет в будущей мозаике. Отчего это место сейчас уже называют типа бисерным. И думали, что потом будет сюда вход платным, когда все это облагородят, когда это все сделают. Короче, наш друг Слава, и на данный маршрут по Крыму гид, построитель всего этого маршрута, толком не вник, видимо, в это место. Просто посмотрел, что сюда ездят толпы туристов, и восторгаются, и решил, что нам нужно тоже обязательно здесь побывать. Тут же, как оказалось, на расстоянии, ну, можно сказать, вытянутой руки, мы действительно пропустили уникальное место, и не одно. Судя по чужим фото и видео, в этом храме действительно столько бисера, что это что-то невообразимое. По крайней мере, такого я еще нигде и никогда не видела. Ну и, как вы понимаете, и не увидела в итоге, так сказать, вживую. И это немного даже обидно. Также дома я при монтаже этого ролика узнала, и где находится непосредственный пещерный город, который мы искали и так и не нашли. Какие там еще есть интересные места и виды, от которых дух захватывает, и которые мы, опять же, профукали. В общем, вывод в моем случае таков. Первый. Нужно все же самой смотреть заранее дома, так как у меня это явно получается лучше, куда мы собираемся поехать и планировать все это мероприятие, не полагаться на других лиц. И второй вывод. Меньше знаешь, лучше спишь. Но это, наверное, всем известная поговорка, применяется к тому, что после того, как уже съездил на определенное место, то не стоит ковыряться, видимо, в интернете, чтобы реально не расстраиваться, если в ближайшее время нет снова планов ехать в это же место, где только что уже побывал, чтобы наверстать упущенное. Мы забрались на вершину этой горы, и примерно времени потратили на это 20 минут, причем останавливались. Но я думаю, что все-таки тропы нахожены, и была помощь некая в виде ступенек, в виде лесенок. Если бы их не было, то нужно было бы забираться намного дольше. Продолжение следует... Продолжение следует... Конечно, то, что мы увидели, нам все-таки понравилось, но мы не поняли, как я вам уже сказала, чем-то все восторгаются приезжие сюда люди, побывавшие здесь, так как не знали, что можно и даже нужно обязательно посетить в этих местах. Так что прежде, чем сюда ехать самостоятельно, обязательно рекомендую вам посмотреть информацию про это место в интернете. Там есть даже карты всех знаковых мест этого кача кальйона. Или же нанять гида по приезду сюда, и он вам обязательно расскажет, ну, я думаю, наверняка расскажет много всего интересного про эти места, так как они действительно имеют глубочайшую, древнюю и очень интересную, занимательную историю. Лети к нам! Лети к нам, птичка! Лети к нам, птичка! Нам часто попадаются в пути вот такие черные ягодки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает, что это такое, съедобные эти ягоды вообще или нет. В следующий раз, если поедем, если будем видеть, то хотя бы будем знать, что это и с чем это едят. Кто это? Что-то, кто подумал это? Что-то, сад, либо. Насекомая, думаю, что-то. Ну, мне тоже кажется, больше она насекомая какая-то. Наверное, 2 грамма висится. Ну, они разных, их много так-то. Нет, слушай, это... Ну, какие-то самые маленькие есть. Она пустила? Ты ее сводкала, когда она сидела? Она ни разу не сидела. Я на ней сидел тут. Ты пока ушел. Я все за нее смотрел. На труженица. Ни разу не остановилась. Ты видео снимаешь? Угу. И все-таки я пришла к выводу, что в кадре это очень молниеносная бабочка, каких мы никогда не встречали, не видели. И, скорее всего, это бабочка-бражник. И, скорее всего, это бабочка-бражник. Мы сегодня встретили очередной закат, и сегодня мы его встретили здесь, на горе Кача-Кальон, то есть в районе Бахчицарае. И так как все-таки закат уже наступил, до Симферополя достаточно далеко ехать. Здесь около 40 километров отсюда. Дорога очень длинистая. Мы не самым быстрым способом добираемся, по такой дороге. Тем более не знаем повороты. И так небезопасно, быстро гоняетесь. Поэтому мы сейчас решаем вопрос, оставаться здесь или нет. Бахчицарае непосредственно. Потому что к тому же мальчики хотят еще посетить одноподобную гору. И, в общем, возможно, в Симферополь мы сегодня не попадем. И поэтому, возможно, планы у нас несколько меняются. Вот. Ну, вы все узнаете обязательно из первых уст от меня, что же все-таки, как произойдет, сегодняшний день, как у нас закончится. И где мы будем сегодня ночевать. Еще я хотела вам сказать, что, когда мы выехали из дома, луна была очень сильно надкусана. То есть был очень тоненький ободочек, а теперь она приближается к полнолунию. В итоге мы все же поехали сегодня в Симферополь. Расстояние до города от качи кальйона составляет примерно 40 километров. В городе нам пришлось знатно так поплутать в поисках гостиницы. И в итоге мы остановились в центре города, но в хостеле. Правда, к сожалению, никто из нас не предположил, что в этом городе, далеком достаточно от моря, люди все-таки сидят на улице с табличками и сдают квартиры. Если бы мы об этом знали и как-то заметили заранее, то мы бы обязательно лучше бы взяли квартиру у такого частного лица, чем снимать небольшую коморку в хостеле. К тому же по цене я уверена, что это было бы наверняка примерно одинаково, но зато комфорт в разы в частном доме, в частном секторе, ну или в какой-то квартире, все-таки лучше. Сам хостел подробнее я покажу вам в другой раз, а сейчас мы пойдем спать. Ну, конечно же, прежде чем с вами расстаться, я все-таки от вас рассчитываю на пальчик вверх и на подписку на мой канал, если вы все еще не подписаны. Всех вас очень сильно люблю, целую и желаю вам всем огромнейшей удачи и до новых встреч в моих новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok